А у меня тут тоже есть море, море работы, море работы. Всё это лето я отдыхаю у моря работы. А я с разбега прыгаю в море, в море работы, в море работы. И каждое утро встречаю рассвет у моря работы. Что за кадром? За кадром что осталось? Значит, клиенты... За кадром, как обычно, я остался. Они, значит, ванну будут менять, переделывать полы. У них будут другие полы, они будут всё переделывать. Но кабинеты, или шкафчики, они хотят перекрасить. Видите, какие тут старые? Я уже сняла вот эти все штучки. Хинджис, а по-русски не помню. Напишите, как по-русски. И вот я тут с этим пылесосом ещё надо будет протереть. Смотрите, как он у нас хороший. Внутри я уже пылесосила. Так, сбоку. А для чего сбоку надо делать? Скажи, Сергей, под пышчиком? И на полу? Ну я же сейчас красим. Он будет спрейить, чтобы песок, пыль не туда не пошла. Чтобы было чисто. Это же спрей, это моё лицо. Сейчас я плохо сделаю, потом что скажу. Сергей Иванович, говно какое-то сделал. А это видишь, вот теперь сейчас надо вот здесь заклеить всё. В эту я клеить не буду. Вот только вот эту вот. И там чуть-чуть. И всё. И вот это сейчас я раз, и заспрею. Но только первое это правильно. Банки внутри закрыты. Вот кладём депазит. Мы сюда укладываем чек от клиента. А на какую карту? Там написано, они посмотрят бизнес Лесли Пейнтинг. И вот. То есть не выходя из машины. Тебе нажать это на кнопочку. А, ушёл. А я что сделал. А я не видела. Не видела. Я даже не знала, ты дотянешься или нет. Вот так. Как говорится. Ну всё. Считайте, что всё. Пипец. Ксюха начала работать. Ого. Какое у вас одно местечко-то, а? Ядрёно. Откормленное, хочешь сказать? Я не знаю, что откормленное или закормленное. Но аппетитно выглядит. Может, домой поехали? Я только пошла в раж. Я уже возбудилась вовсю. Понятно. Звучит. 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 Ты хочешь быть американцем, американцем, американцем. Парень, это верный путь. Но если хочешь, значит, будь. Окей, all right, oh man. Wanna be American, wanna be American. Я истина. Я истина. Знаю как. Нистина. Я истина. Я истец. Парень, это верный путь. Я истоко. Я истоко. Я истоко. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Клиенты сказали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Он просто пошлифовал И покрасил Они стали получше Все равно остались эти кратеры Все равно кратеры остались Я пытаюсь показать Кратеры видите да вот они вот там он взял и стал использовать специальный вид шпаклевки сейчас мы посмотрим как он это делает а ты там уже заделал я пришла решила вот что серега использует размазывает по всем этим кратером да это какая работа дополнительная они думают что это что я за бесплатно что ли ну нет они согласились что они нам доплатят да но получается самое что это удивительно ты сказал им не брать этот бренд сказал что угодно заранее говорю ребята не берите это не пускай там какое-то название ваша бля там или плита я не сказал ребята не берите эту хрень бенджамин мур это такая хрень просто распиаренный бренд не это 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 ну вот это вот теперь за это платите так получается дополнительную работу мы делаем я бы уже закончил этот контракт да а теперь ну так с другой стороны карантин лишние деньги не помешают лишние деньги а им урок слушать когда подряд и некоторые нам говорят подписчики а вы советуете людям с дизайном советуете с тем а какая разница все считают все самыми прикол значит чек нам привезли а подписать забыли теперь мы едем клиентки домой чтобы она подписала то банк не примет мы закончили свой ремонт другой как подрядчик будет делать вот тут кафель пол то есть кто-то устанавливает гранитные столешницы и я уже хожу все утро не показывал вам но две руки вот вставляю я вот эти все штучки да не меня в ведре я некоторые протираю потому что они грязные они от прошлых остались этих как его ног и ну хозяев вот сейчас я буду присобачивать то есть опять я выключу камеру что я не могу все это делать с включенной камерой видите все вот эти маленькие я уже сделал по всему дому вроде бы ерунда работа время занимает а сейчас отвечу на вопрос подписчицы по поводу покраски шкафчиков разумеется если такой вопрос поступил и вы живете в соединенных штатах я вам советую взять допустим дверцу шкафчика открутить хотя бы одну или вытащить ящик приехать в магазин шерлим вильямс почему я говорю шерлим вильямс потому что это мой любимый магазин настолько любимый поскольку мы подрядчики у нас с ними как говорится на уже длительное отношение у них есть знающие люди даже есть менеджер у них который называется филд менеджер полевой менеджер который может приехать нам на объект до того как мы его начали посмотреть сколько нужно краски или какую краску посоветуют а потом эту краску привести нам то есть мы даже за нее не платим они как бы в кредит нам дают и и мы потом плачу мы или мы даем счет клиенту и клиент оплачивает краску в общем и и нам ее даже доставляют на объект и если вы не являетесь подрядчиком а просто потребителем вы должны пойти в магазин и вам менеджер обязательно будут разбираться и люди которые там работают давно они могут сделать тест поверхности вашего шкафчика на вашей мебели и сказать сначала сделайте то то используйте вот такой ту материал и грунтовку или вам продадут морилку или краску в общем что-то конкретно вам нужно и даже советуют каким валиком красить потому что чаще всего когда вы капуста красите кисточкой у вас могут остаться пятнышки а если вы есть валики такие синтетические ну чтобы не было раз размыву разводов если профессионал будет красить серега обычно красит спрей-машины и поэтому получается как фабричный вид но если вы хотите покрасить стейнам нужно именно определенным валиком и пусть вам посоветуют в магазине и материал и чем шлифовать все 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 вам должны посоветовать но на дом к вам они не приедут если вы не являетесь подрядчиком разумеется вот краска выбираете себе краску и у них вот я бы сказала доска почета где они объясняют какая краска у них есть что самое лучшее это эмаралд из мрут супер пейнт она не самая дешевая но она тоже нам там туда грунтовка входит в ее состав я и вы выбираете все цвет идет мытье полов самое что интересно если вы прям писаете кипятков и хотите себе обои у них есть обои и то есть они не на стенах где-то висят они как бы в книжках в этих вы себе заказываете и есть еще остались подрядчике которого мы их наклеить одной бабе которая знаю наклеили обои в небольшом туалете с нее 700 долларов только за работу содрали то есть это сидит это не популярно это дорого гораздо дороже чем покрасить и часто у нас стены здесь неровные вот эти все шпаклевка на них всякая прикольная всякая эта текстура апельсиновая корка и поэтому обои ну никак не будут на ней смотреться видите wallpapers это обои и вот здесь вы себе выбираете что хотите только в таких специализированных магазинчиков так подожди когда мать скажет мне и вы давайте сделать так а дар будет кого кто в гипноз падает здесь сергей будет называть как он хочет ну давайте идти